Всем привет, дорогие друзья! Давненько мы с вами не виделись на YouTube-канале в рамках Ежевлога. Сейчас идет перерыв на сборные и остался Локомотиву последний шажок в этой половине сезона. Будет домашний матч и я предлагаю вам всем посетить стадион Локомотив, потому что скоро его, возможно, будет не узнать. Сегодня одна за другой просто бахали новости в СМИ, что стадион Локомотив будет подвергнут масштабной реконструкции. Именно об этом я и хочу с вами сегодня поговорить. Прямо с утра вышло интервью главного архитектора Москвы о том, что РЖД планирует масштабную реконструкцию стадиона Локомотив и нашей команде придется играть где-то на других стадионах. Ну, как бы рассказал и рассказал, мало ли какие слухи ходят. Мы с вами тем более эти слухи уже обсуждали в одном из Ежевлогов. Но затем эти слухи стали подтверждаться и уже пошла информация из клуба. Председатель совета директоров Мещеряков рассказал, что да, действительно хотят сделать эту самую реконструкцию. Правда, пока нет вообще никакой конкретики. Какая будет эта реконструкция? Масштабная или просто, не знаю, тканью обернут стадион или, не знаю, деревьев понасажают? Это будет ясно чуть позже, но принципиальное решение принято и это очень важный момент. Затем Кирилл Брейд рассказал о том, что в РЖД есть идея, что к 2022 году стадион Локомотив стал таким же красивым, прекрасным и современным, как арены, построенные к чемпионату мира 2018 года. В общем, думаю, что можно уже с уверенностью говорить о том, что стадион Локомотив действительно ожидает обновления и, на мой взгляд, это очень прекрасно. Во-первых, и это мало кто заметил, мне кажется то, что реконструкция стадиона Локомотив это такое очень яркое заявление российских железных дорог о том, что они не собираются бросать футбол. Сколько раз мы с вами читали и в этом году, и в прошлом, и позапрошлом, и вообще постоянно читаем о том, что РЖД собирается избавиться от непрофильного актива, о том, что хотят урезать бюджет, хотят, чтобы Локомотив перешел на самоокупаемость. В общем, сбагрить куда-нибудь подальше этот футбольный клуб, который приносит только проблемы. Но реконструкция, а значит и вложение достаточно большого количества денег, говорит о том, что РЖД никуда от Локомотива не уходит и, наоборот, рассматривает этот клуб как отличную рекламную площадку, как витрину того, что происходит в РЖД. Это яркий клуб, который играет в Европе, который привлекает болельщиков на стадион, и на этом стадионе у них тоже все хорошо по-современному. Это очень здорово и очень приятно, потому что я считаю, что Локомотив и РЖД это абсолютно неразделимые понятия, и как только Локомотив от российских железных дорог уйдет, если уйдет когда-нибудь, это будет уже не совсем то. Все-таки мы единственный клуб в стране, который до сих пор не менял своего владельца. Как в 1922 году появилась команда при железной дороге, тогда непосредственно Казанской железной дороге, но затем все это развилось на Министерство транспорта, Министерство путей сообщения. Сейчас переросло это Министерство путей сообщения в российские железные дороги. Но в общем и целом, вот наш владелец, та организация, которая курировала футбольный клуб, которая давала деньги, определяла то, как и чем будет жить этот футбольный клуб, он по сути никак не менялся за все эти уже практически 100 лет. И это безумно круто, потому что таких аналогов, я думаю, что и во всем мире будет очень мало сыскать. Во-вторых, наша арена, как я уже неоднократно говорил, действительно нуждается в реконструкции. Да, она была построена в 21 веке. В 2002 году ее сдали в эксплуатацию и прошло всего, казалось бы, 17 лет. Но так получилось, я уж не знаю, повезло нам, что мы получили арену в 2002 году или не повезло, что мы ее получили на стыке технологий. Но то, что произошло в мире технологий дальше, то, как стали развиваться стадионы, понимание того, что на этих стадионах должно было быть, оно очень сильно скакнуло с 2002 года до примерно, ну где-то 2006-2008 года. И, наверное, вот стадионы, которые были построены вот уже в 2010 и далее, они кардинально отличаются от того, что было ранее. Наш стадион на момент постройки действительно был супер технологичным, супер красивым и лучшим стадионом в стране. Он до сих пор остается одним из лучших, но теперь только одним из. И это, видимо, РЖД не устраивает. Наш стадион уже даже в рамках Москвы не самый современный и не самый красивый, не самый удобный для посещения. Да, можно говорить, что у ЦСКА бетонная коробка, на нее не очень приятно ходить, но если мы берем стадион Динамо, который был открыт в этом году, он прекрасен, он очень удобен. И многие люди просто так ходят на этот стадион, просто посмотреть футбол, даже не болея за Динамо. Я знаю, что многие локомотивские болельщики с удовольствием посещают этот стадион и смотрят футбол. Есть ультрасовременные лужники, одна из самых лучших арен даже мира, и это признают не только у нас в России, но и FIFA, UEFA и многие болельщики на чемпионате мира действительно остались рады тому, что смогли посетить такой стадион. Есть стадион открытия арена, который пускай не самый современный, не самый симпатичный из всех стадионов, но даже он предоставляет гораздо больше возможностей, чем наш стадион, как бы мы его не любили. И поэтому на этом стадионе проходят всевозможные ивенты, всевозможные концерты, и я вот уже думаю, не снять ли свой личный бойкот на посещение этого стадиона, увидев афишу концерта Green Day, которая состоится именно на открытии арены, а мог бы, наверное, и на нашем стадионе. В чем же главные проблемы нашего стадиона? Во-первых, это, конечно, колоссальная продуваемость. Когда стадион строили в 2002 году, мне кажется, вообще не задумывались о том, что можно делать некие зимние стадионы, на которые можно ходить даже в декабре. Тогда мы в декабре особо не играли, поэтому на погоду плюс 10 он еще рассчитан, а вот в минус 15 желательно не приходить. А ведь Локомотив играл в Еврокубках, и даже в те годы приходилось играть в том числе и в отрицательную температуру, потому что календарь Еврокубков особо не зависит от российской погоды. И действительно приходилось играть и в минус 10. И я помню, что в 2006 году матч с Севильей проходил при температуре минус 15 градусов. И, конечно, на нашем стадионе, который продуваем для всех ветров, находиться в холодную погоду на нашем стадионе действительно очень и очень зябко. Сейчас я уже не так часто посещаю стадион, и во многом, кстати, потому что погода во время матчей очень и очень противная. Постоянно какие-нибудь катаклизмы погодные случаются. Но бывали и в моей практике случаи посещения нашей арены в декабре, в ноябре, в октябре, когда температура падает ниже нуля, уже вообще не хочется находиться. Мы постоянно куда-то спускались в кафе, где-то досматривали из закрытых помещений футбол. Ну, действительно не подходит арена для просмотра футбола зимой. И недаром, да, одна из основных проблем, которую решают президенты последнего времени, что Геркус, что Кикнадзе, это именно утепление стадиона. Геркус говорил и предоставлял нам даже проект того, как можно обернуть стадион, чтобы он не продувался. Как сделать крышу разворачиваемой по типу стадионов в Польше и в других странах, да, там в Дании, стадион Копенгагена. При Кикнадзе вот появилась идея вообще реконструкции стадиона. И я уверен, что одна из главных причин это вот именно сделать так, чтобы в холодную погоду на этом стадионе было комфортно находиться. Я думаю, что пример арены в Санкт-Петербурге очень для многих показателен. Насколько здорово стало приходить на стадион Зенита на абсолютно любой матч, даже на какой-нибудь товарищеский во время паузы на сборную. Это все можно организовать и в Москве, и на стадионе Локомотив, но нужна реконструкция. Вторая проблема стадиона Локомотив, это то, что озвучивал Геркус, это то, что к стадиону очень плохо подведены коммуникации. И когда в 2002 году вводили арену в эксплуатацию, никто не думал о том, что на территории стадиона Локомотив должно быть огромное количество электричества для того, чтобы делать какую-нибудь подсветку, делать звук, делать различные точки для питания. И вообще энергии на стадионе должно быть очень много. Ну, казалось, да, там фонари светят и ладно. Но сейчас этой самой энергии стадиону катастрофически не хватает. Об этом говорил Геркус, это не мои личные придумки. Так что многие работы последнего времени были связаны именно с тем, чтобы к стадиону это самое электричество каким-то образом дополнительно подвести. И многие проблемы, на которые мы постоянно жаловались, они связаны во многом именно с тем, что стадиона этого электричества банально не хватает. Кроме того, тоже рассказывал Геркус, что на стадионе был установлен технический звук. Я не знаю, сейчас у нас есть партнерство с компанией Sennheiser, возможно, что-то изменилось. Но некоторое время назад была и такая проблема, что банально хорошего звука, такого, чтобы любой человек в любой точке стадиона мог слышать качественную звуковую картину. Но такого у нас не было, были установлены некие динамики, подвешенные под крышей. Услышал хорошо, не услышал, это твои проблемы. Сейчас, возможно, эта проблема несколько решена, но опять же, были мы в Турине, были мы на стадионе Ювентуса. Насколько классно находиться на стадионе, когда есть возможность сделать световое шоу, музыкальное шоу. Ты просто находишься как в каком-то театре под открытым небом. Тебе показывают очень крутое представление. Сейчас на нашем стадионе такого сделать невозможно. И поэтому, когда мы гонимся за европейской посещаемостью, за то, чтобы быть современным футбольным клубом, нужно ориентироваться именно на такие вещи. И для этого, в том числе, нужна реконструкция стадиона. Ну и третья вещь, которая меня, как посетителя стадиона, возможно, даже больше всего беспокоит, это входные и выходные зоны. Я думаю, все сталкивались с тем, что на наш стадион в дни топ-матчей очень тяжело попасть. Да, отчасти эта проблема должна решаться тем, что будет единая входная зона, на которой тебя проверили, а дальше ты уже спокойно заходишь на стадион, тебя никто не трогает. Так было на стадионе в Сочи, так было на стадионе в Турине, на двух выездных матчах, которых я посещал в этом году. И это очень удобно, это очень круто, когда тебе не нужно один раз досмотр проходить, второй раз досмотр проходить, потом на входе на сектор, ты еще и третий раз досмотр проходишь. Очереди создаются колоссальные, но еще большие очереди создаются на выходе со стадиона. И в топ-матче постоянно приходится сидеть на трибуне, да, не только на гостевой трибуне, как часто бывает, да, когда нужно некую безопасность соблюсти и не упускать болельщиков одной команды и другой команды одновременно. Хотя мне кажется, что в современном мире это уже немножко избыток безопасности, да, только на определенные матчи стоит так делать. Но, тем не менее, да, на топ-матчи уже и Восток задерживают, и Юг постоянно сидит под 40 минут, а вот эти вот кордоны до метро, ты их можешь еще там полчаса проходить в постоянной давке по лужам между кордонами из полицейских на лошадях и всего такого. Что я вам рассказываю, вы все футбол посещали и неоднократно с таким сталкивались. Мне кажется, да, что, ну опять же, в 2002 году так было принято, и я помню, как даже в 2007 году мы шли в кордоне от Лужников до Фрунзенской. Не даже не до Спортивной, а до Фрунзенской. Этот кордон был где-то на полтора километра. Ну, такое время было, и казалось, что иначе вообще никак. Но теперь-то, в 2019 году, когда есть опыт чемпионата мира 2018 года, когда зарубежный опыт активно перенимается, ну, понятно, что можно и по-другому, и не обязательно вот создавать такие неудобства для болельщиков. А эти самые неудобства, они на самом деле очень и очень мешают наполняемости этого самого стадиона. Человек, который пришел на стадион с семьей, с женой, с маленьким ребенком, который вынужден на стадионе там в плюс 10 стоять еще дополнительно полчаса, а потом идти в давке домой до метро, этому человеку потом эта самая семья скажет, знаешь, мы больше на футбол не пойдем, давай лучше в кинотеатр. И он, естественно, выберет семью и пойдет в кинотеатр, где нету никакого театра безопасности. И спокойно приходишь в этот кинотеатр, спокойно смотришь шоу, два часа спокойно из него уходишь. Почему на стадионах у нас принято именно так? Ну, я надеюсь, что это пережиток времени, который потихоньку сойдет на нет. Тем более, что, ну, драк на стадионе становится меньше, тем более, что негатива на стадионе действительно становится меньше. И уже на многих стадионах, да, там на сборной, на стадионе Краснодара, да, и на тех выездных матчах, в которых я был, что Сочи, что Турин, несмотря на то, что те же самые туринцы очень огненно поддерживали своих и прям заряжали. И, ну, действительно, была атмосфера, когда стадион поддерживает полностью свою команду, энергетика была сумасшедшей. Но, тем не менее, наш сектор был примерно, ну, где-то 30% болело за локомотив. Я сидел не на фанатке, а на верхнем ярусе. Там было 30%, я думаю, где-то болельщиков локомотива, как я знал, потом туда продавали билеты для всяких РЖДшников. И 70% болельщиков Ювентуса. Ну, ничего, мы спокойно бок о бок болели. Мы за локомотив, они за Ювентус. Красивый футбол увидели. Мы радовались, когда забивал Миранчук. Они радовались, когда забивал Дебала. После этого спокойно все ушли со стадиона. И никаких инцидентов, никаких стычек. Ну, футбол будущего, как бы не хотели того активные фанаты. Он все-таки приходит именно к тому, что это некое семейное зрелище. И без того, чтобы заманивать именно семьи, не получится создать крутой бизнес-проект. А без крутого бизнес-проекта не получится создать сильную команду. Итак, стадион локомотив будут реконструировать. К этому мы пришли. Косвенные подтверждения этому есть. Официальные подтверждения тому, что что-то будет есть. Что теперь делать локомотиву? Локомотиву придется съезжать со своей арены и искать варианты, где ему играть. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы локомотив играл в Сочи. Там тепло, там крутой стадион. И мне очень нравится ездить в Сочи. Тем более, что это не очень дорого получается. Но я думаю, что несмотря на любовь Юрия Павловича к этому городу, все-таки искать варианты нужно где-то в Москве. И если так подумать, то этих вариантов ровно два. Первое, это стадион Динамо. Стадион, который был построен не так давно. И обладает примерно той же самой вместимостью, что и нынешний стадион локомотив. Как я уже говорил, многие болельщики локомотива к стадиону Динамо неровно дышат. Мы там завивали суперкубок и обыграли Динамо. И вообще, как оказалось, стадион очень и очень приятный. Находится близко от метро. До него очень удобно добираться. При этом небольшая вместимость позволяет, сохраняя ту же самую посещаемость, что у нас есть и сейчас, добиться приятной картинки. Стадион Лужники. Это большущий стадион, 80-тысячник. Он тоже очень хороший. Но, тем не менее, если туда будет приходить 15 тысяч болельщиков локомотива, смотреться это будет очень куца. Но при этом есть и положительный момент. Стадион Лужники. Это стадион, на котором сейчас вообще никто не играет. Поэтому нет необходимости делить газон с Динамо. То есть, мы чисто свой собственный стадион Лужники используем. Спокойно его там брендируем под наши нужды. И завлекаем людей именно на этот стадион. Я, в принципе, также согласен с позицией Кирилла Брейдо, который озвучил ее сегодня в чате. Что стадион Лужники также может дать небольшой буст по посещаемости локомотива. Потому что это стадион, на который люди ходили и ходят во время матчей сборных. Они туда уже знают, как добираться. Они знают, какие там сектора. На сборную регулярно собирается очень большое количество людей. И на тот же ЦСКА в Лиге Чемпионов по той же самой причине очень много народу приходило. Не только потому, что они играли против Реала. Не только потому, что они играли против Ромы. И очень популярный в России Виктории Ползень. Но и потому, что людям нравится ходить в Лужники. Как бы это не смешно звучало для людей, которые посещали Лужники до их реконструкции. Это вот то место, куда нужно было с биноклем приходить, чтобы хоть что-то увидеть. Сейчас Лужники это очень приятный стадион. И люди на него ходят вне зависимости от того, что конкретно там происходит. Какой матч, какое шоу, какой концерт может быть там происходит. Люди на него все равно придут. И если честно, я бы хотел, чтобы Локомотив именно в Лужниках принимал свои матчи во время этой самой реконструкции. Стадион Динамо это тоже неплохо. Можно говорить о том, что стадион открытия арены и стадион ЦСКА это просто маразотные варианты, которые даже рассматривать не стоит. Стадион Динамо это хороший вариант. Но лично мне кажется, что для Локомотива было бы гораздо полезнее год или два принимать матчи на стадионе Лужники. Я думаю, что это действительно неплохо скажется на узнаваемости бренда Локомотив. Я думаю, что это неплохо скажется на посещаемости футбольного клуба Локомотив. Если при этом мы будем в Лиге чемпионов, то и арены будут забиваться очень и очень неплохо. Действительно, на стадион Лужники, мне кажется, народу будет ходить больше, чем на стадион Локомотив. Больше, да, больше, чем на два года, мне кажется, нашу арену покидать не стоит. Именно поэтому последний вопрос, который стоит обсудить, это реконструкция стадиона Локомотив или полный снос и постройка стадиона с нуля. Сегодня Андрей Бодров высказал мысль о том, что реконструкция текущего стадиона, она будет, скорее всего, косметической, бесполезной. И через 10 лет нам снова придется вставать перед вопросом, что с этой ареной делать, и уже тогда придется ее сносить и строить заново. А сейчас можно, ну, скопом решить все эти самые проблемы, снести и построить с нуля. Мне кажется, это не совсем хорошая идея, потому что мы знаем, сколько строился стадион Динамо, мы знаем, сколько строились Лужники, которые закрывали еще в начале 10-х годов и открывали вот только спустя 8-9 лет. 8-9 лет без своего стадиона это очень много. И в нынешних реалиях, когда у каждого московского клуба есть собственный крутой стадион, мы можем реально очень много потерять самобытности, некой самоидентичности, то, что именно привязывает болельщиков к конкретному клубу. При этом реконструкция, опять же, как мы знаем по примеру стадиона Лужников, она может быть колоссальной, и оставив только внешний каркас, стадион изменили до неузнаваемости. Что вообще мы хотим при этой самой реконструкции стадиона Локомотив? Да, если его сравняют с землей, построят заново, это, конечно, уже будет некий суперсовременный стадион, это мы не берем. Что можно сделать именно в рамках реконструкции? Убрать ров. Мне кажется, что все болельщики Локомотива мечтают о том, чтобы этот ров был убран, это уже некий атавизм в 2019 году, да, тогда в 2002 году казалось то, что без рва постоянно будут болельщики бежать на поле, но сейчас в 2019 году это уже не так актуально, и все приходят к тому, что как можно ближе должны быть трибуны к полю, это создает бешеную энергетику, и это очень круто смотрится. Нужно закрыть фасады стадиона, да, потому что, ну, это главный, наверное, критерий, почему на нашем стадионе так холодно, даже когда на улице, казалось бы, плюс пять. Потому что ветра, потому что эти ветра создаются, продуваются, и мы на стадионе страдаем. В идеале сделать крышу, как мы знаем из макетов Геркуса, крышу на нашем стадионе сделать можно, она будет подниматься только в прям уж зимнюю погоду, охранять от снега, охранять от как раз тоже зимних ветров, и тоже, ну, на 5-10 градусов должна поднять температуру на нашем стадионе, и в большинстве случаев этого на самом деле будет достаточно. И нужно решить проблему с коммуникациями, да, чтобы на нашем стадионе было много электричества, много света, много тепла, много воды в бойлерах, которые тоже постоянно кончаются, и эти самые бойлеры невозможно наполнить, потому что, блин, нету электричества. Ну, огромное количество проблем. Есть еще мелкие нюансы, но их уж точно можно исправить реконструкцией, поэтому мне кажется, что за год, максимум два, действительно можно справиться. Если уж Геркус предлагал построить крышу вообще, не пережая со стадиона, то за год-два, я думаю, что можно справиться со всеми вот этими вот косяками нашего стадиона, из-за которого подчас, ну, действительно не хочется идти на стадион, не хочется морозиться, не хочется испытывать эти неудобства. Со сними всеми можно справиться в рамках банальной реконструкции, при этом это должно стоить не так много денег, как снос стадиона и возведение его с нуля. Займет не так много времени, и при этом мы действительно получим современный стадион, которым будем гордиться еще долгие годы. Кроме того, территория стадиона Локомотив также во время паузы может подвергнуться большой реконструкции. Я уже давно мечтаю, чтобы наша территория обросла всевозможными точками привлечения внимания, в котором я, как и любой другой болельщик, или просто гость столицы, житель Москвы, сможет прийти, потратить свои деньги, провести классное время. Торговый центр, гостиница, некий аквапарк, как мечтали в свое время Семен с Филатовым. В общем, некий развлекательный комплекс, не только футболом жив человек. И сейчас это невозможно, вы не сможете устроить большую стройку на территории стадиона Локомотив, потому что там постоянно идут футбольные матчи, и стройка этому самому футболу будет очень сильно мешать. Закрыв на 1-2 года территорию стадиона, мы действительно можем сделать там что-то крутое, что-то, чем можно будет гордиться. Мне кажется, то, что таким шансом обязательно нужно пользоваться, и я очень рад, что эти темы стали появляться, потому что я на самом деле не верил, что арену, которую РЖД построила всего-то там в 2002 году, всего 17 лет назад, РЖД будет готова действительно реконструировать, реанимировать. И когда впервые появился этот слух где-то полгода назад, и сейчас появились подтверждения, лично я очень рад этой новости. Мне кажется, то, что нашему стадиону это действительно нужно, и это то, что выведет Локомотив в том числе на новый уровень, и мы сможем стать топ-клубом не только в рамках некой спортивной части, но и в рамках бизнес-модели, показать всем, как именно надо работать в футболе, вести бизнес, зарабатывать и при этом оставаться крутым футбольным клубом. Пишите свои мнения, как думаете, где лучше Динамо, Лужники сносить стадион, или реконструировать, или вообще оставить в покое, и у нас самый лучший стадион в мире. Это в любом случае будет интересно, почитать ваши ощущения, ваши мнения, и не забывайте ставить палец вверх, колокольчик прожимать и все остальные действия, которые приняты на Ютубе, чтобы мы с вами встречались чаще. Ну а дальше я все-таки надеюсь в скором времени рассказать про обилие травм в Локомотиве. Мне эта тема очень интересна. Посмотреть, проверить, так ли уж атипичная ситуация в нынешнем Локомотиве, у которого просто какое-то колоссальное количество травм, или это просто ошибки памяти, которые склонны преувеличивать все последнее и забывать то, что было не так давно. Но это тема для следующего ролика, который будет уже совсем скоро. Ну а сейчас пока!